Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Токсикул! ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю, что из города Харькова коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаёху! Ля-ля-кебаб! И мы стартуем! Реди-стеди-го! Погнали! Ребятушки, всем привет! Всем привет поближе, шурую, потихеньку, поманеньку. Вот такая обстановка в городе Харькове на данный момент. Такое количество машин. Вот так выглядят улицы нашего города. Решил, ребятки, выехать. Писали вы мне в комментариях массу-массу просто раз. Саша, что ты ждёшь? Чего ты хочешь дождаться? Уговаривай любыми путями, любыми способами свою маму. Сади её в машину или попроси кого-то, чтобы помогли посадить её в машину. Бери своего Зевса, шарика. Всех кошек собирай. Машку и других. Грузи в багажник и выезжайте. Рыбок, если что, сливай. Трёхлитровые банки или в термоса забирай. Черепашек, попугаев пусти. Пусть в салоне просто бегают. И едь, едь. Что ты ждёшь в этом городе Харькове? Чего ты хочешь дождаться? Чего ты высиживаешь? Нужно уезжать. Одни писали, ребят, что нужно уезжать в Киев, другие в Полтаву, третьи на западную краину, четвёртые говорили в Германию, пятые говорили выезжай подальше вообще в Америку по ЮПИЮ. В общем, ребят, решил я всё-таки вас послушаться. И послушаться почему, ребят? Обстановка действительно в городе Харькове непростая. Действительно есть прилёты. И прилёты не так редко. В городе поменьше, конечно, но в области Волчанск, Липцы, Дергачи, Чугуевский район, Слатяно, в сторону Старого Салтова туда, ребят, Купянск. Обстановка действительно непростая. Золочев, Богодуховский район. Непростая обстановка. Прилёты в области, к сожалению, практически каждый день, ребят, Да не практически, а несколько раз в день. И долетают туда и кабы, и то, что даже поменьше, и снаряды в том числе. Поэтому без конца ночью, в особенности, когда влажная погода, слышны, доносятся вот эти вот, ребятки, всё-таки взрывы. И слышно их в самом городе Харькове. Когда тишина, когда у нас комендантский час, когда машины на улицах не ездят, То слышно, ребятки, всё-таки слышно, как и что происходит в области. Вот по этой причине, ребят, и принял я всё-таки решение взять. И не надо вот ждать чего-то там, что будет что-то завтра. Я, что решил выехать сегодня, ребят, решил выехать сегодня. Потому что все наши мечты, все наши мечты, они должны осуществляться тогда, когда вы можете этим воспользоваться. Никто не знает, что будет завтра, ребят. Вот давайте вот так вот вместе подумаем. Ну что будет завтра, вы знаете? Я не знаю. И многие харьковчане тоже не знают, что будет завтра, где прилетит, где именно. Поэтому нужно здесь жить и сейчас жить. Ничего не откладывать на завтра, на послезавтра, на потом. Как мы любители всё это отложить. На потом. Вот потом, когда-то я насобираю денег, всё побольше и побольше, И куплю себе хороший там, я не знаю, компьютер. Вот потом я насобираю, насобираю денег побольше и побольше, и куплю себе хорошую машину. Вот потом я насобираю денег, куплю себе дом, куплю себе любимое платье, часы, телефон. Так, ребятки, принёс уже домой я компьютер. Вот так его мне отдали. Видите, всё умотано бережно, вместе с проводами, со всеми. Вот так вот все провода на месте. С этой стороны вообще ни одной царапинки, на нём идеальное состояние. Идеальное, ребятки. Вот так вот он выглядит. Вот такое какое-то название. Кто грамотный, напишите в комментариях. Вот такие здесь штучки, кнопочки. Тут какая-то кнопочка. И ещё вот здесь DVD. Так, а вот мой великомученик, старичок. Сейчас буду его, ребят, доставать отсюда. Вот, ребятки, видите, мой какой уже жизнью покоцанный. И мой больше гораздо. То есть мой больше компьютер. Это старый такой коробок. А это уже коробок поновей. Получше. Так всё выглядит. Так, ну что, ребятки, я тут все провода подключил. Тест-драйв. Поехали. Ну, потише моего работает уже. О, что-то пикает. О, видите, что-то. Что-то тут такое. Что это? Мышка шевелится, шевелится. Мышку свою подключил. Админ. Тут что, Windows 10 ещё получается, да, ребят? Напишите, кто грамотный в комментариях. Грузить, грузить, давай. Что-то грузится, видите? А, о, всё. Короче, вот такое тут всё, ребят, видите? Ну, экран. Тут какой-то другой... Картинка другая. У меня не такая была. Видите, ребят? Вот такое здесь всё. Это человек от того осталось. Теперь надо ещё интернет подключить. Сейчас будем проверять. Ребят, напишите в комментариях, что это такое. Вот это мне написано. Какая-то сода. Что за сода? Короче, вот, ребят, видите тут... Я не знаю, это можно показывать, нет? Диск Е, диск Д и диск С. Что тут интересно, SSD-шник есть или... Это всё жёсткие диски. Напишите в комментариях, кто в курсе. Вот, ребятки, я зашёл, такое вижу. Напишите в комментариях, что это значит вообще. Что это такое? Intel Xeon процессор X5 460. Ну, это, наверное, что-то хорошее. Напишите в комментариях. Так, ребятки, и вот ещё комплект. Две колоночки, вот такие вот клавиатура в пакете, как вы видите. И мониторчик вот такой. Всё это шло в комплекте вместе с системным блоком. То есть, по факту, готовый компьютер не хватает только мышки. И то, часть мышки была в комплекте. Вот эта блютузовская штучка, всунутая в системный блок. А самой мышки не было. Ну, она просто в попыхах где-то потерялась, ребят. Пока переносили, всё это грузили. Датушки, прежде всего, хочу всех поблагодарить, кто кидал донаты, кто поддерживал на приобретение этого компьютера. Хочу всех и каждого поблагодарить. Пожелать добра, бабла, позитивчиков, всего самого хорошего в жизни. Пусть сбываются ваши мечты. От самой маленькой до самой большой. Пусть ваш кошелёчек всегда будет полон крупных купюр. Желать на долларов или евро. А на депозите лежит хорошая сумма денег. Да что там тот депозит? Пусть ваш крипто-кошелёк будет до отвалу забит биткоинами и различной криптовалютой. Как говорится, главнее всего погода в доме. А всё иное суета. Желаю вам взаимопонимания с родными и близкими. Любить и быть любимыми на протяжении всей жизни. А дожить минимум лет до 200. И попасть в книгу рекордов Гиннеса по долголетию. Семейного, финансового благополучия. Счастья безграничного и мирного неба над головой. Обнимаю до хруста. Дякую. Спасибо, ребятки. Доволен вообще. Ты что, ты что? Доволен как слон, ребят. Купили. Теперь уже, как говорится, без глюков. Спокойно. Можно будет монтировать видео. Выходить с вами на связь. Проводить прямые трансляции. И не переживать. Не переживать, ребят, как говорится, что в один прекрасный момент вот так раз, потухнет компьютер и не включится. Вы сами знаете, что я его в ремонт относил свой тот старый компьютер. Чинил. Ничего это не помогло. Абсолютно никаким образом. И, ну, ждать, как говорится, с моря погоды уже нельзя было. Надо было какое-то решение принимать. И тут, ребят, кто смотрит мой канал, вот, а ну-ка, напишите в комментариях, кто помнит этот момент. Это вот на внимательность. На внимательность, ребят, как говорится, твори добро на всей земле. Вот, ребята, делайте добро, делайте хорошие и позитивные вещи, и они возвратятся вам. Все возвращается. Сейчас я вам объясню, почему. Вы спросите. Саня, так а за сколько же ты купил этот компьютер? Саня, так а где ты его взял? А что это вообще за компьютер? Что ты его приволок домой? Куда ты вообще ехал? А теперь, ребятушки, я напоминаю для тех, кто забыл. И кто не видел это видео, может, кто-то из вас не видит. Вспомните тот момент, когда я вам рассказывал в одном из видео, что наши подписчики уезжали с дому. У них была квартира. На Салтовке. И там были прилеты во дворы, в дом. У них стояла детская кроватка, я показывал. Детская кроватка. И осколок прошел вот так вот, где была голова ребенка, вот так вот просто в каких-то сантиметрах. И тогда они приняли решение уезжать. Они взяли детей, взяли все свои вещи и выехали за границу. И я помогал с выездом, с вот этими вот всеми вещами. Носил эти вещи, я вам рассказывал. Ездил, помогал, грузил. И тогда мне, кто помнит, подогнали клавиатуру, подарили вот эту, которую я сейчас ей пользуюсь. Железяка такой снизу, кто был на стриме, тот видел. Вот. А вещи многие они ставили на продажу. И своим знакомым, то, что оно долго продавалось, оставляли. И так вот, вот этот вот компьютер, все не было времени. В общем, основную массу, в общем, вещей, то, что там было в квартире, мебель и все остальное, продалось, ребят, просто за считанные дни. Вот два-три дня, все. Люди приходили, покупали диваны, шкафы, кухню. Ну, в общем, люди выехали, там остались голые стены, чтобы вы понимали. Просто голые стены. Потому что, если все это бросить, вы сами понимаете, что... Ну, а что дальше, да? Что дальше, как говорится... Что дальше будет непонятно, да? Могут залезть эти мародеры, могут вытащить, может быть прилет. В общем, люди выехали и решили все это, коль они уже там обосновались, все это здесь, как говорится, приезжали и продавали. В общем, давайте ближе к теме. Всех же интересует за компьютер. И тут наши подписчики, это вообще просто счастье, ребят. Звонят, говорит, Саша, ты собираешь на ноутбук, мы слышали. Я говорю, да, собираю, говорю, вот так и так, говорю, компьютер пошабашил, говорю, сгорел, перепад напряжения, наверное, был, инвертором пользовался. Говорит, Саша, а ты уверен, что тебе нужен ноутбук? Мы, говорит, тоже вот смотрели, они цены дорогие, ты же рассказывал, мы видели на стриме, там и так далее, тому подобное, видео. Говорит, ты не хочешь забрать наш компьютер, говорит, чисто вот за символическую, так сказать, цену. Я же, ну, а сколько символическая цена, я же не знаю. Говорит, ну, просто, говорит, отдадим, так, говорит, ну, почти даром. Говорит, а сколько это почти даром? Я говорю, и что за компьютер? Ну, ты, говорит, его можешь взять, приди, посмотри, там, включи, говорит, если тебе, говорит, все понравится, забирай, как говорится, себе домой, можешь даже день-два, там, проверить, тудым-сюдым. Я говорю, хорошо, а сколько денег, говорю, что за это все надо заплатить? Две тысячи. Я думаю, нифига себе, я до этого смотрел, ребят, системные блоки, четыре тысячи, даже вот эти вот старые за них хотят. Говорит, так это, говорит, две тысячи, это за все мы хотим. Мы, говорит, хотим за системный блок, потому что оно, говорит, лежит, пусть, говорит, лучше хорошему человеку в добрые руки попадет. За системный блок туда входит две тысячи. Этот самый, монитор, колонки, деревянные причем, я не знаю, еще монитор колонки не подключал, но, говорят, что рабочие. И клавиатура. Еще одна. Там у них валялась. Вот так, ребят. Вот таким образом добро возвращается. Я считаю, чем за 20 тысяч покупать и дальше собирать за 18 тысяч, да, на ноутбук, с тем, что неизвестно, что будет дальше, что вообще может произойти, то лучше, как говорится, воробей в руках, чем журавель в небе. Понимаете, ребят? Поэтому я считаю, что, так я поклацал пока первое время компьютер, работает все четко, лицензионный Windows стоит там. В общем, этот компьютер у них поработал всего один год. Они его приобрели, он год проработал, началась война, ну и все. Чтобы вы понимали. То есть, именно работы у него, у компьютера был год. Вот такие, ребят, делишки. Я считаю, что это более чем хорошая цена, тем более за практически нульцевый компьютер, который год проработал, 2000, и монитор, и колонки, и системный блок, и винчестер, я там посмотрел, вроде бы там большой. SSD-шника, конечно, нету, но то мы можем со своего компьютера переставить, если надо. Я пока буду пользоваться так. Я люблю так. Вот работает, лучше туда не лезть. В общем, я доволен, ребят, просто доволен, как слон. Всем огромное спасибо, кто поддерживал, кто помогал. Я считаю, что это классный, достойный вариант. Сколько его хватит, пусть работает, буду надеяться, что надолго хватит. Понятно, что перепады света и так далее, и тому подобное. В общем, как-то так. А если уже будет совсем, как говорится, плохая ситуация, там, со светом, как нам говорят, что по два часа будет день свет, тогда уже что-то посмотрим, может, какой-то бушный ноутбук приобретем, или что-то еще. Будем выкручиваться, смотреть. А пока меня устраивает выше крыши, просто выше крыши. Вот такой вот классный комп, все работает, все четко, уже пробовал вам, ребят, монтировать видео, все шикарно. Все меня устраивает. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, пока. До новых встреч. И делайте добро. Видите, как оно возвращается. Ну, блин, где вы сейчас вот так вот купите за 2000? Компьютер, монитор, колонки, блин, все вместе взятое. Да нигде. И тот человек, видите, вошел в положение, говорит, да сами. Стоит все равно, говорит, пока оно там будет продаваться, забирай, говорит, приезжай. Крутяк. Всем спасибо. Пока-пока, до новых встреч. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой, пишите комментарии, подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TOXICUL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку. До новых встреч.